Что дано на века Наша жизнь — это борьба И нет пути назад Но проходят как-то В этом наша душа Школа жизни нам дана Слава семьдесят Клятва верности в сердце борца до конца Школа великого духа философии бойца Не сдаваться никогда, слыша зов поколений Через боль, через слезы в унисон сердцебиений То, что чувствуем, то, чем живем Не умрем никогда через страх на пролом Идеология война Школа исток традиций Высеченный триколором на амуниции Олимпийский огонь горит во взгляде война Сквозь года, как бы не было трудно и больно На мировых коврах отстраивать честь флага Ветом теплого стана дует наша отвага Помни, брат, тебя хранит твое стремление Верить в кодекс чести прошлого поколения На кубках мира с тобою поднимает знамя Школа самбо, сердце, золото за нами Моя клятва, обещание навечно Черт, так не пойдет Так, считать удержание Пять секунд Десять Так, не считать Считать болевой Пятнадцать Стоп Стоп Николай Михайлович, ну вы рано остановили Я бы сделал болевой Не, вот любишь ты поспорить, Константин Я постоянно говорю и буду вновь и вновь повторять Что для самбиста самое главное Это элемент неожиданности Денис, иди сюда Вот смотри, ложись Посмотри Ты идешь как бы на руку, да? А сам плавненько переходишь На ногу О, видишь, все, понял? Я понял Ничего сложного Вот так Здрасте, Николай Михайлович А ты чего опоздал? Почему не переодет? Да я вообще-то зашел сказать, что я здесь больше не тренируюсь Меня пригласили в Москву, в известный клуб Так что извините А ко мне что-нибудь еще есть? Да нет, просто зашел, предупредил Спасибо Ребят Все свободны Он мне всегда не нравился Зря ты на него ставку сделал Столько сил угробил Ломов, конечно, не паинька Но отличный спортсмен И черт с ним пусть едет Да, конечно Пусть едет Только ведь Накрылся для нас турнир Ах-хм! Музыка Один балл борцу в синей кухне. Борис Ильич, я думал не придете, ведь сегодня финалы. Хотел вам звонить, думаю, как же так? Музыка Человек столько денег турниров бухал, а самого-то нет и нет. Ну а зачем мне весь турнир смотреть? Мне интересно именно то, что действительно ценно. А не фантики от конфет. Так-то оно так. Но это нюансы. Они... Хочется показать всю красоту борьбы. Борцу в синей кухне 4 баллы. Ну что? Как Ломов? А вы не в курсе? Да ведь подложил нам Ломов свинью. Снял со соревнований прямо перед турниром. Сманили его. Здрасте. Здрасте. У нас тут вообще по этому поводу был такой головняк, кого вместо Ломова ставить. Звонарев нашел парнишку, конечно перспективный. Я за ним на тренировках наблюдал, выносливый такой, цепкий. Когда он его на турнир заявил, мы тут посмеялись, думали расплющат его в первой же схватке. А пацан-то разобрал всех досрочно. И вышел в финал. Досрочно, говоришь? Да. Ну и что за пацаны? Финальная пара Шапошников и Кретов. Вон, в синей самбовке. Кретов. В красном углу мастер спорта Евгений Шапошников. В синем углу кандидат мастера спорта Константин Кретов. Свой захват! Работай, работай! Растаскивай его! Растаскивай! Костя, выиграю захват! Все хорошо, молодец! Один балл борцу в красной курсе. Сан, Сан, Сережа! Стоять! Стоять! Делай, делай, пойдем! На ковре пошла четвертая минута. Счет 5-0. Ведет борец в красной курсе. Так и борись, так и борись! Поиграешь пять баллов! Встряхнись, встряхнись! Активность борцу в красной курсе. Руку держи! Руку держи! Руку держи! Руку держи! Руку держи! Руку держи! Недакон! Руку держи沙 Стан, Сергей! Разъем что он уничтожил в butt merfus. Руку держи! Встоки неνедь! Победит пойдет! Держи! 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 За четыре минуты пятьдесят три секунды победу полевым приемом одержал Константин Гледов и стал победителем турнира Кочуга. Молодец! Поздравляю! Теперь за мастер спорта! Спасибо, Николай Михайлович! Дашь поносить? Обязательно! Ну что ж, желаю удачки! Все хорошо. Всех блага! Давай, пока! Борис Дмитриевич! Можно! 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 Привет, чемпион! Поздравляю! Зашел познакомиться. Мне представляться или как? Шапошникова ты четко выкосил. Преподнес сюрприз. Спасибо. Смотри, чтобы нос не задрался к проводам. А давай-ка поедем с тобой поужинаем и отметим победу заодно. Ты не против? Чего молчишь-то? А не имел от счастья. Не боись, Кретов. Я мужик нежадный. Если у нас с тобой все срастется, икру будешь ложками есть. О, с победой вас, Николай Михайлович! Поздравляю! Классного парнягу слепили. Мы тут с Костей решили победу отпраздновать. Может, вы с нами? Ведь его успех — это в первую очередь ваша заслуга. Спасибо за приглашение. Но я уверен, вы неправильно Костю поняли. У нас с ним на вечер свои планы. Соблюдение режима уважаю. Но правила на то и существуют, чтобы их иногда нарушать. Я к вам с дорогой душой, Николай Михайлович. А вы? В общем-то, не в режиме суть. Просто вы ошиблись адресом. У меня не телячья ферма. И я бычков ни для кого не выращиваю. А бычков у меня достаточно. А вот «Чемпион» — совсем другая статья. И эта статья может быть очень доходной. Короче, я своими учениками не торгую. Костя, я не знал, что твой тренер уже надел на тебя свою этикетку. Я думал, у тебя своя голова на плечах. Смотри, жизнь — сложная штука. Ну что ж, это твой выбор. Ты домой? Да. Давай я тебя провожу. Ну что, как у тебя в колледже? Успеваешь? Николай Михайлович, неудобно получилось. Митазов же просто хотел отметить победу. Так я не знаю, заслужил ты ее или нет. Может, так тебе просто повезло. Знаешь, бывает так вот. Не случилось сильных соперников. Но ученик другого раза может и не быть. Как не случилось? А Шапошников? Да что, Шапошников? Возрастной борец. Да и время его прошло. Скорость не та. С функционалкой проблемы. Хм, так че же я по-вашему? Липовый мастер спорта? Да мастеров спорта костят тысячи. Но для спортсмена главное не звание. Главное — стать номером один. А вот для того, чтобы быть первым, нужно пахать. Пахать и еще раз пахать. Другого способа еще не придумали. Ну а будешь общаться с такими, как метаться, все. Конец спорту. Но ведь Митасов не последний человек в городе. Поднялся, вкладывает деньги в наш спорт. Поднялся, не поднялся. Сплыл как... Короче, свяжешься с Митасовым, выгоню из клуба. Вообще-то ты молодец. Знаешь, езжай до мне. Быть овцой или волтом в сфере чужих интересов Потеряться в процессе липового прогресса Жертвовать или быть жертвой чужих игр Время определяет, кто ты — падальщик или тигр Сила в силе рознь, отступать поздно Я спортсмен, для меня это слишком серьезно Я так устал видеть пустые взгляды И моя победа — это то, что мне так надо Вот кровь, слезы — мое первое место Все зависит от нас, но что завтра — неизвестно Никто не знает, как я рад, и мне интересно Счастливые, как угнетенные, находятся под прессом Я учился быть тем, кто ценит свободу Я не готов пить из рук отравленную воду Те, кто за окном чужие страхи, их поработили Холодные квартиры, я один в этом мире Дай мне шанс выжить, дай занять свою нишу Мне тесно под этой крышей, мы другим воздухом дышим Я богат своим духом среди богатых и нищих Я из тех, кто уже нашел, но все равно ищем Не смотри на слезы, это снег на щеках тает Вряд ли меня это сломает или испугает У судьбы захват сильный бьет сильнее, чем обматы Но я борец, меня учили срывать захваты Я буду биться до конца, и что бы ни случилось Я смогу дотянуться до неба Моя судьба — это моя борьба И цель только одна — чистая победа Я буду биться до конца, отдавая силы От заката до рассвета Ведь моя судьба — это моя борьба И цель у меня одна — чистая победа Какие люди! Здорово, Костяк! Здорово, Димон! Чё, как сам вообще? Отлично! Красава! Пацаны, смотрите все! Ну чё, давай бокс против самбо! Только по шнифтам чур не бить! Дороги-ка его справа, басалыга! И в балду с проносом его! Отвали! Ну чё ты? Такого дрища Костян на раз в асфальту катает Ну чё, Костян, может пивасик? Димон, ты же знаешь, я типа не певец Да я сам не певец! Чё тут пить-то? Вот допью и брошу В другой раз, ладно? Ну давай, спортсмен! Давай, Димон! Я буду биться до конца И что бы ни случилось Я смогу дотянуться до неба Моя судьба — это моя борьба И цель только одна Чистая победа Я буду биться до конца Давай силы отзади Костя, Костя! Ну что, ну? Сейчас, сейчас, сейчас Ну что? Ну что? Ты всех порвал! Не порвал, а выиграл всероссийский турнир Откуда у вас, девушка, такие выражения? Да брось ты! Такая красивая! Совсем забыл Ты теперь мастер спорта? Ну, зато и боролись У пацанов в школе уши голове прижмёт Когда узнают, что мой брат Мастер спорта по самбо А в газете про чемпионат напишут? Может, даже по телевизору покажут По местному каналу, конечно Ты есть, наверное, хочешь? Ещё как! Сейчас разогрею Мастер спорта по самому Таня, поздно уже Иди спать, а то мать придёт, тебе вкатит Жрякайте, чемпион За меня не беспокойтесь Лучше расскажи ещё раз, как всё было Тихо! Не говори только Я сам Мам, привет Привет Привет, мам Привет А ты чё сидишь? Что, вам завтра школу не надо? Ведь поздно уже Спокойной ночи Спокойной ночи Мам Что? Вот, я первое место на турнире выиграл Лучше б ты денег в дом принёс А не эту бляшку Ну чё ты стоишь? Садись Выпьем Обмоем Выпьем За победу Десять капель Мам Ну что? Ну не надо Ну что не надо Давай, давай Так положено Я лучше всё знаю Мам, ну что ты делаешь, а? Что? Ну? Ну садись Зачем? Садись Ну что, я не знаю Зачем Без это Нормально Нормально Мам, ну это же твоя жизнь, твои медали, почему-то ото всех это прячешь. Ну зачем ты притащила эти побрякушки? Мам, не говори так, пожалуйста. Я хочу забыть это все, забыть. Я была второй на первенстве СССР. Думала, что у меня все впереди, вся жизнь. Европа, Олимпиада, газета, журналы, фотографии моей, толпы поклонников. Около подъезда дежурили сутка. Потом травма, сынок, срыв. Пару неудачных выступлений и все, сынок, в 19 лет я. Я стала никому не нужна. Отработанный материал. Ты что, думаешь, у тебя это будет все по-другому? Да, я думаю, у меня все будет по-другому. А я думаю, что нет. Я просто боюсь и не хочу, чтобы ты повторил мою судьбу. Спорт. Это... Это зря выброшенное время. Столько времени на него потрачено. Зря. А сейчас что у меня? Что у меня теперь? Полторы смены каждый день на заводе. Вот что у меня. Вместо этого ни профессии, ни жизни, ни будущего. Ничего нет, понимаешь? Ничего. И все это из-за спорта этого. Мам, спорт, это тоже профессия. Профессию тебе даст колледж. А не вот эти вот тренировки. Чтобы не прекратились вот эти вот тренировки дурацкого вот этого твоего самбо. Понял? По вечерам нужно ходить на завод и деньги зарабатывать. Что? Что? Что тебе вот это жильзяка? Ну вот что? Ты сможешь, Танюшке, пальто зимнее купить? Вот это, ты можешь себе куртку зимнюю купить? Я нищая. Всю жизнь. И вы нищая. Мам, мам, ну ты подожди немного. Вы с Танюшкой будете у меня в полном порядке. Я буду чемпионом, буду зарабатывать. Это только начало, понимаешь, мам? Первый шаг. Да что ж такое, а? Говоришь тебе, говоришь, говоришь, говоришь. Как гороха в стенку. Тебе, дорогая, это железячка? Да. Да, на, возьми. Возьми, сынок. Возьми. И все. Не нужны они мне. Бери, бери. Не жалко. Бери. Мам, ну зачем ты так, а? А? Бери. Бери. Мам. Бери. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, отметил? Наводим аллоген! Саша, резче прием! Входи, резче! Дыхание! Дышим, дышим! Молодец, Володя, молодец! Работаем, работаем! Работаем, не останавливаемся! Володя, Володя! По речи, по речи давай! Мне звонили насчет открытого периода за Москвой? Звонили! Володя, жестче захват! Жестче! Не стоим! Работаем, работаем! Мне тоже только что позвонили. Говорят, Ваш звонарев опять выкаблучивается. Мы ему предложили выставить Кретова. А он от маски лепит. Да я и сейчас не уверен, что нужно Кретова выставлять. Ты что, очумел? Или думаешь, на клуб что-то с неба падает? Нам помогли отремонтировать спортзал. Обещали тренерские ставки повысить. Я договорился, скоро привезут новый борцовский ковер. Но мы-то ведь тоже должны показать результат. Да знаю, знаю. Но чтобы туда ехать, нужно выигрывать. А Кретов сыроват. Сыроват! Сыроват! Эх, не обижайся, Коля. Дурак ты! Ты вот трясешься над ними, а они тебе платят черной неблагодарностью. Вспомни Ломова. Нет, слушай, что ты так разошелся? От того! У тебя своя тренерская кухня, а у меня своя! Галочки в отчетах. А хотя бы так! Между прочим, по этим галочкам. Судят о моей работе. Короче, парни мне доверяют, и я не собираюсь рисковать их здоровьем. Кретов в Москву не поедет. Точка! Не успеешь оглянуться, как Кретов бросит тебя. Ему понадобятся деньги, машина, квартира. Ты можешь ему их дать? Не можешь! И он уйдет к тому, кто может! Чудило! Быстрее, быстрее! Работаем, работаем! Не спим, не спим! Извиняйся! Свои с ней! Мне бы уже надоело, если бы он за мной так таскался. Вообще-то он ничего. Фигурка и не дурак. Но прикид, просто отстой. Да ладно! Я к нему еще со школы привыкла. Ладно, все. Пока-пока! Пока! Люк, привет! Ну, чего ты за мной как пришитый ходишь? Давай! Люк, давай рюкзак понесу. Ну, если тебя устраивает быть насильщиком, пожалуйста. Может быть, вечером встретимся? Ну, сходим куда-нибудь. Зачем? А я, подожди, ты, наверное, хочешь позвать меня в ресторан, да? Ничего у нас с тобой не получится. Разные мы. Понимаешь, просто разные. Ой, наши подъехали. Вау! Любаня! Привет, Максик! Привет! Залетай, птичка! Вот видишь, Костя, мы вечером завалимся на вечеринку в банку, а ты... Макс, я чуть свой рюкзак не забыла. Забери, ладно? Как скажешь. Дай сюда. Да. Хорошо. Сейчас буду. Здрасте, Николай Михайлович. Проходи. Садись. Ты что, вялый такой, устал? Да нет. Хорошо, тогда вот что. Через два месяца открытое перионство Москвы. Наш директор всю плешь мне провел с этим перионством. Он спит и видит, как тебя на него заявить. Николай Михайлович, это... Да подожди, я тебе скажу откровенно. Я был против твоего выступления. Почему? Ну, потому что еще не готов. Опыта тебе нужно поднабраться. Так почему же вы тогда завели этот разговор? Да потому и завел, что хочу понять, как ты на это все смотришь. Чемпионат Европы в этом году пройдет в Москве. Победители Москвы войдут вторым составом в сборную России. А ты понимаешь, что это такое? Это стипендия. Спонсоры. Профессиональная карьера, наконец. Я понял, Николай Михайлович. Так у тебя есть желание проявить себя на переносах Москвы и Европы? Есть. Желание есть, это хорошо. Но этого недостаточно. Выложиться придется по полной программе. А подготовку начнем с сегодняшнего дня. Николай Михайлович, я вас не подведу. Тогда вперед и с песней. Что, брателло, ждешь кого? Жду, жду. Ну, жди, жди. До свидания. Давай, братан, давай. Давай, до встречи. Все, до свидания. Пока. Девчонки, запрыгивайте. Люба! Люб! Ребята, я сейчас. Ты чего здесь делаешь? Жду тебя. Зачем? Застегнись, простудишься. Слушай, отстань. Давай я говори, что тебе нужно, или... Видишь, меня ждут. Я люблю тебя. Что? Ты меня? Ладно, посмешил и будет. Люба, я серьезно. Я все для тебя сделаю. Любаш! 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 Сейчас иду. Ну, поехали уже. Ну, что ты можешь для меня сделать, а? В табличку кому-нибудь настучать? Так мне эта крета вообще без надобности. Я, в принципе, драк терпеть не могу, понимаешь? Скажи, что ты хочешь, а? Что я хочу? Хочу щенка экширского терьера. Подаришь? Что за терьер? Ты что? Вот такая пупусечка весит 100 грамм, а стоит 1000 баксов. Подаришь? Не можешь? Вот когда сможешь, Кретов, тогда и позвони. Пока. Люба! Ладно, будет тебе пупуська. Сколько я можно ждать? Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, мужики, шабаш, айда в кассу. Ну что, рассчитаемся? Рассчитаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи. Ну, давай, 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 я оставляю автограф. Держи, сынок. Здесь только 750. Мы же договорились на тысячу. А налоги? А реклама? Олимпиада? Ты чё? А ключи от квартиры не надо? Ты чё, олень быкуешь, а? Слушай, тут я считаю, кому сколько платить. Деньги отдай. Не, ну тормозной какой-то попался, а? Я не уйду, пока не получу деньги. Ва-ва, он меня в натуре утомил. Понял. Что, придурок? Окропи мешки красненьким. Ура! Деньги отдай. Мужики, плачу премиальные. Разберитесь. Мужики, плачу премиальные. А вытащите мне. А вытащите мне. А вытащите меня! Ни-да! Ох! Псих! 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 Деньги отдай! Подавись! Алло! Таня! Подожди, я не понял! Мама! Что с ней? Приезжай! Костя! Костя! Как мама? Костя! Да не реви ты! Говори, что с мамой! Я не знаю! Вы родственники Крятовой? Да, я ее сын. Что с ней? Тихо, тихо! Зайди в кабинет! А ты пока подожди здесь. У нее ушибы, сотрясение мозга и перелом шайки бедра. Говорите прямо, состояние мамы тяжелое? Ну, будем надеяться на лучшее. Сейчас ей придется некоторое время полежать на вытяжке, потом операция. В сустав придется поставить стальной штырь. Мама сможет ходить? Ну, как тебе сказать? На костылях. Неужели ничего сделать нельзя? Можно. Если поставить искусственный сустав, будет ходить. Но, это операция платная. Сколько она стоит? Шесть тысяч долларов. Кто-нибудь из родственников еще есть? Я найду деньги. Можно увидеться с мамой? Только завтра в часы приема. Ей сделали укол, она спит. Послушайте, я все понимаю, но сестра, она еще маленькая. Ни одного дня без мамы не была. Ладно, я позвоню в отделение и скажу, чтобы вас спустили. Только недолго. Да, и учти, что деньги понадобятся в ближайшие дни. Не реви. Все будет нормально. Я обещаю. Я предупрежу хозяйку салона. Борис Дмитриевич. Борис Дмитриевич, вы меня помните, мне нужно с вами поговорить. А, чемпион. Ну-ка, иди сюда. Чем обязан? Мне нужна работа. Вот как. Приперло, видать. Ну, заходи завтра. Я подумаю. Я не могу ждать до завтра, мне нужно срочно. Срочно? Да, и у меня еще есть условия. Ну, ты даешь условия. Мне деньги нужны вперед. Невероятно. Так, и сколько тебе нужно? Наглость второе счастье? Шесть тысяч долларов. Шесть тысяч долларов. Проигрался, что ли? Нет, на операцию, маме. Ну, что же, мать это святое. Хорошо. Речи, речи. Ну, что вы, как сонные мухи. Стоп, стоп, стоп. Все подошли ко мне. Какое я сегодня давал задание? Вот ты скажи. Вы сказали делать броски на скорость. Что? На скорость? А вы что делаете? Вот вы двое, идите сюда. Ну, что стоите, показывайте. Это что, скорость? Иди на него. Элементарный бросок через бедро. Подошел, зашел. Раз. Раз. И на него. И на него. Ну, ты теперь понял, что такое скорость? Понял. Самбо. Восемь тысяч приемов. И на самом высоком уровне невозможно владеть всем этим арсеналом. У каждого борца есть свои коронки. Три-четыре комбинации, которые он должен довести до автоматизма. И должны выстреливать эти комбинации из любого положения. А самое главное, скорость, скорость и еще раз скорость. Поняли? Да. Работаем! Активней! Активней! Лещи, ТМП! Даня, иди сюда. Видя тренировку. Ага. Здрасте, Николай Михайлович. Здравствуй. Ты чего пропустил тренировки? Что-нибудь случилось? Пойдем. Мы с тобой договорились готовиться к Москве, а ты как сквозь землю провалился. Не, что я должен был подумать? Николай Михайлович, простите, я не смогу поехать на соревнования. Почему? Не до того сейчас. Мать в больнице и сестра на мне. А что с мамой случилось? Ее сбила машина. Перелом шейки бедра. Это серьезно. Ну, давайте с работой помогу. Деньжат подброшу. Спасибо, я уже работаю. Потому и на тренировки не ходил. Времени не остается. Ну и где же ты работаешь? К Митасову подался. Я помню, вы предупреждали, что выгоните из клуба, если с Митасовым свяжусь. Но мне деньги нужны были срочно. Большие деньги. И я их уже взял. Теперь должен отработать. Нет, ты правильно поступил. Как настоящий мужчина. И как долго ты их будешь отрабатывать? Я не знаю. Думаю, что долго. Понятно. С первенством мы пролетели. А вот те слова, что я тебе сказал – забудь. Захочешь – возвращайся в любое время. А если что нужно – звони. Спасибо. Спасибо. Здрасте, Валерий Степанович. Здоров. Как у вас с Кретовым идет подготовка? Кретов в Москву не поедет. По семейным обстоятельствам. Возьми деньги и купи себе нормальный костюм. Сорочку и ботинки. Видел, как у меня люди одеты? Вот тоже себе все и купишь. Не надо, Борис Дмитриевич. Я сам все куплю, когда смогу. Я тебе бабло дал не для того, чтобы ты меня раздражал. Вырезался, как городская шпана на воскресенье. Ты знаешь, что такое дресс-код? Эм… Нет. Ты должен быть одет, как все. Ой, Коська, какой ты красивый. Не говори глупостей. Закончила? Да. Идем ужинать. Пошли. Ты на меня не обижайся. Я тебе не могу пока ничего купить. А мне-то шматье для работы нужно. Ты думаешь, это просто одежда? Это дресс-код. Чего? Ну, в общем, спецуха. Понятно. Здрасьте, Леди Ивановна. Вызывали? Да. Иди сюда. Пересчитай и распишись. А за что это мне? Я же все забрал вперед и теперь отрабатываю. Да знаю, знаю. Борис Дмитриевич велел тебе аванс небольшой выдать. Жить-то тебе на что-то надо. Да, ценит тебя хозяин. Точно, ценит. Гоняет как Бобика. Ладно, спасибо. Да. Ко мне вчера подруга приходила. Мы с ней о тебе говорили. У них в бригаде место освободилось. Ты можешь туда устроиться на работу. Начнут смену. И зарплата там хорошая. Они тебя с удовольствием возьмут. Мам, давай я теперь сам буду решать, что мне делать. Хорошо. А ты давай лечись. Ешь фруктов побольше. Только ничего плохого в голову не бери. Я не беру. На тренировки ходишь? Нет. Ну ладно. Кем работаешь? Мам, ты неисправима. С Танюшкой на пару ларьки бомблю. Мам, мам, ладно, ну… Ну, ну, прости, я пошутил. Я поняла. Я не хотел. Прости меня. Ой, как ты быстро подразлел. Семён, что с фурой? Да почему не пришла? Она должна уже разгружаться! Посуну! Забаха меня кешаешь! Скунц! Я тебя удовлю! Ушатаю, если кто попытается меня кинуть. Заткнись! Иди, пока я тут разберусь. Подожди меня возле машины. Поедем на базу, дебилы. Ну да, прямо где канат. И штанга? Короче, прикинь, поставил нули. Да ещё и не допустил до контрольной, а? Ой, Гретов! Привет! Слушай, неплохо выглядишь. Ты что, разбогател? Я работаю. Слушай, подожди меня, пожалуйста, ладно? Угу. Ну, теперь понятно, почему ты в колледже не появляешься. А почему мне не звонишь? Ну, ты же сама сказала. Позвонить, когда смогу собачку купить. Извини, мне пока не до подарков. Да ладно тебе, Кость. Ну, сказала и сказала. Любая девушка имеет право на каприз. Давай, может, посидим где-нибудь. В ближайшее время не получится. Что, так сильно деловой стал? Костян, там хозяин надолго завис. Коньяк выбирает. Подожди, хозяин? Вот не ожидала, Гретов, что ты будешь в обслуге шестерить. Люб, ты не понимаешь. Давай вечером я зайду и поговорим. О чём, Кость? Тебе нужно работать на хозяина. А у меня совсем другие планы на жизнь. Люб, подожди. А чего ждать-то? Пока. Какая жалость. Если бы я знал, что встречу сегодня такую очаровательную девушку, я бы отменил все свои дела и пригласил бы вас в свой клуб Флекс. Клуб Флекс ваш? Да. Там так круто! Ну да, там неплохо. Ну, тогда приглашайте. Тогда заходите. А можно я с подругой? Лишь бы не с мамой. Хорошо. Вот, покажете охраннику и скажете, что Борис Дмитриевич пригласил вас, пропустят. Меня, кстати, Люба зовут. Ну, тогда договорились, Люба? Договорились. Ну, значит, до вечера. До вечера. До вечера. Слушай, у меня чуть тапки нет лететь. Ну, ты даёшь. Ты видела мужика, с которым я разговаривала? Угу. Это хозяин Флекса. Он пригласил меня в клуб, но я сказала, что приду с подругой. Ну, это разводилово. Не нам с тобой, Любаше, с хозяином Флекса тусить. Слушай, да это точно он. Я тебе серьёзно говорю, я его боячку видела. Угу. Смотри. Ну что, зависим Флекса? Слушай, Макс с Танюхой просто от зависти умрут. Не знаю, лично я не подписываюсь. И тебе не советую. Хватит. Был у меня уже один такой кавалер с крузером под задницей. Ну и? Что ну? Животное. Слушай, я не знаю, ты как хочешь. А мне надоело жизнь мокриться и шмотки свинку. Хотя бы один день домой. Понятно? Пошли. А я прихожу до каната и говорю, что я у этой дуры учиться не буду. Потому что она просто завидует моей красоте и мозгам. И поэтому ставят мне двойки. Ой, ну ты меня рассмешила. Спасибо. Меня редко кому удается рассмешить. Ты забавная девочка. На брудершафт, на брудершафт. Переложи руку осторожно. Ну давай. Давай-давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Давай, давай. Давай-давай. Давай-давай-давай-давай. А я обещаю. С сегодняшнего вечера, если у нас с тобой все срастется, ты свою жизнь не узнаешь. Слушай, умница, умница. Не нужно меня стесняться, ты сложена великолепно, хорошая девочка. Так, где бы нам приземлиться-то, а? Не знаю. О, здорово, Борис, не против, если мы напричалим к твоему столику? Здорово, Михась! Да в ней-ка не виделись. Ну, чего? Ну, давай, садись. Привет, классно выглядишь. Мы скучали по тебе, негодяй. Что за Чика? А, да, познакомьтесь. Это Любочка, новая звезда клуба. А я Михась, второй друг Бориса, владельца клуба. О, Костян, а ты что за стул-то здесь? Там, это, машина с продуктами пришла. Иди, встречай. Мужики, разгрузите за десять минут в темпе, с меня причитается. Делаем, Костян. Давай, шевели батонами. И вопрос. Миша, слушай, после смены не уезжай, ладно? Одного человека надо до дома довезти. А что случилось? Я тебе потом объясню. Без проблем. Вообще без проблем, Костян. А я ему дураку говорю. Получите, пожалуйста. Что-то здесь как-то шумно. Может, пойдем в другое место? Тут наверху у Бори апартаменты есть, сауна, джакузи-бассейн. Борис Михайлович. Не обижай, Михасял, мой друг. Нельзя отказывать. Что-то я как-то к отказам-то не привык. Я хорошо сейчас. Можно я только выйду на секундочку? Сань, проводи девушку. О, чемпион, ты что, пол сменил? Тут же для девочек. Да пошел ты. Чего? Ты что здесь делаешь? Пошли. Куда? Пусти меня. Нет времени на болтовню. Нет, пусти меня в мое пальто. Пусти меня. Давай тебе спусти меня. Нет, пусти меня. В конце концов. Моя сумочка, она осталась. Пусти меня. Хватит. Что ты делаешь? Нет. Прекрати. И что, куда я? Отвези ее домой. К улице партизанская. Дом 7. Все понял, Костян, довезем. Пусти меня. Ты что, не знаешь, во что-то вляпало? Пусти меня. Пусти меня. Пусти меня. Пусти меня. Пусти меня. Начал козлить. Забыл, чем мне обязаны, сколько мне должен. Я верну. Конечно, вернешь. Куда ж ты денешься-то? Вот только как? Надо подумать. Значит, у нас с тобой, мальчик, теперь такой расклад. Или ты в трехдневный срок возвращаешь мне шесть тысяч баксов, или тебе придется оказать мне кое-какую услугу. Что за услуга? Ты не подумай, чего. Я с мальчишками не дружу. Все узнаешь в свое время. Это тебе за девку. Сделайте так, чтобы в городе он работу не нашел. Это тебе от меня, сучонок, на всю зарплату. Э, идем, хватит уже с него. Э, идем, хватит уже с тобой. Э, идем, хватит уже с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Костя, не надо! Субтитры создавал DimaTorzok Костя, братик, не надо! Костя, ну что ты водка? У нас же аптечка есть! Тащи! 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 Ничего, ничего, всё нормально. Расчёсываешься? Расчёсываюсь! Тащи! 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 Ждать я больше не намерен. Слушай меня внимательно. Да, я понял. Завтра в 15.00. Я буду. Слушайте, я не ваш халуй. И не надо на меня орать. Я мартир спорта по борьбе, а не по бегу. Че, колбасы не купили, а? Это за пивочкой, Илюша. За пивочкой, закусончик. Да. О, закусончик. Братан, дай яблочко, пожалуйста. Я тебе не братан. Ты че, яблочко, что ли? Ты че сделал? Ира 95. Нет! Что-то ты, Вовка, давно к нам не заглядывал. То служба, то семья. Не вырваться. Ну, форму как-то надо тебе поддерживать. Я помню, зацеп коньком твоя же коронка была. Я уж думал, вы забыли про меня. Ну, как про тебя забудешь такого веселого? А этот Кретов нормальный пацан. Хороший парень. Жаль, присмотреть некого. Ну, ты заглядывай. Спасибо, что позвонил. Ладно, мы пойдем. Ну, что стоишь? Пошли со мной. Хороший, индус, красавец. Так. Вово, видишь, за своего тебя принял. Давай, раздевайся. Ты давай, проходи в комнату. А я, наверное, пойду на кухне поколдую. Соскучился он, да, соскучился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем перекусим. Вот знаешь, в чем ты не прав? И в корне, и в стебле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они первые начали, Николай Михайлович. Ну, я не о драке. Там не о чем и говорить. Эти трое только что откинулись, и сейчас поедут снова на нары домой баланду жрать. Я о Митасове. Я помню. Вы говорили, чтобы я с ним не связывался. Теперь я вляпался по уши. Не только себя. Вас подвел. Здесь не только твоя вина, моя тоже. Ты пацан, а я... Не важно, я тренер. Раз не мог парню объяснить, что на болоте все гниль. Вы лучший тренер, Николай Михайлович. На будущее, Костя, запомни. Самбо – это не просто спорт. Самбо – это большая семья. А семья? Семья всегда поможет. Сколько ты должен, Митасову? Он уже денег не хочет. А чего он хочет? Да, да. Завтра ровно три часа дня. Совершенно верно. Да, чемпион. Жду вас. Уверяю вас, он не ляжет. У него другая школа. Хорошо. Кому? Мне нужен Борис Дмитриевич. Он меня ждет. А ты кто? Я тот, кого он очень ждет. Если ты меня сейчас к нему не проведешь, он сильно на тебя обидится. Ну, пошли. Ну, он сейчас явится, Леонид Александрович. Ему некуда деваться. Да. Дай бог. Борис Дмитриевич, тут к вам пришли. Давай этого придурка сюда. Тебе чего здесь надо? Ты как сюда забрел? Где Кретов? Я за него. Где я могу переодеться? Какие-то проблемы? Это что за каменный гость? Ты же обещал мне бой с чемпионом. Он вас не обманул. Перед вами чемпион первенства Москвы 1977 года. Чемпион Российской Федерации 1979 года. Чемпион Союза 1981, 1983, 1984 годов. Я вас узнал. Где же вы столько лет пропадали? Боренька, спасибо тебе за сюрприз. Это... Это без дураков чемпион. Ой, Кость, как хорошо, что ты сегодня дома. Ты точно никуда не пойдешь? Точно никуда не пойду. Пока Николай Михайлович не позвонит. Ну, раз так сложилось, и у тебя поменялся боец, тогда и я меняю условия и ставки этого боя. Надеюсь, ты не против? Я ставлю на чемпиона Союза один к пяти. А ты? Ты пока можешь заменить своих двух бойцов, если есть кем. Мне есть кого добавить. Ладно. Согласен. Хорошо. Ставки сделаны. Алло. Алло, алло. Тихо! Давай! 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 Данный через пару минут! Кажется! Редактор субтитров! Играет музыка. Взрывай. А! Молодец! Рывай ногу! Вставай! Рывай ногу! Давай! Неваживай ногу, не сдавайся. Давай! Давай! Браво! 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 А-а-а, а-а-а, а-а-а! 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 Мать! Держи! Дуй, 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 дуй! Держи! Ну! Молодец! Бери его, Слинга! Сахир, вставай! Ты разлегся! Давай, давай, давай! А-а-а! Вы че все не клоуны? Каши не ели! Алло! Я не слышу ни черта. Где вы там? Думаешь, третьего выдержит? Я думаю, отлежится. Старая школа. Директор... А-а-а! Я не пошёл! Так вот, кого ты напоследок припас. Жан-Клод Лягир по прозвищу Шторм. Экс-чемпион Беллатора, Кубка Гризли и еще многих славных побоищ. Да, это легенда. Впечатлил. Жаль, что лучшие времена его позади. Видели бы вы его на предварительных спаррингах. Держу пари. Десять против одного, что Шторм вашего протеже порвет. Умеешь ты пощекотать нервы. Один к десяти. Принимаю. Молодец. Товарищи. Товарищи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я думаю, Шторм должен победить. Должен. Наверняка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Т excessive... Я сказал, Звонарёва и его борцов оставь в покое. Усёк? Смотри, я проверю. Не надо мне провожать. Мой выигрыш пригонишь мне завтра. Звонарёв здесь? Пять минут назад уковылял. Видать, досталось. Пять минут назад уковылял. Видать, досталось. Держи, командир. Угу. Спасибо. Удачи. Угу. 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 Поехали. Сейчас, сейчас, подожди минуточку. Дожди. Сейчас мы пойдём с тобой гулять. Николай Михайлович, вам больно? Нет, нет. Борцу не больно. Борцу приятно. Значит, вы обманули меня? Сами дрались? Нет. Я не обманул тебя. Я просто проявил военную хитрость. Я боялся, что ты глупости наделаешь сгоряча. Николай Михайлович, что я могу для вас делать? Ты для меня сейчас можешь только одно. Что? Погулять с индусом и победить. Что? Победить на первенстве Москвы. Разве еще не поздно? Это правда возможно? В этом мире нет ничего невозможного. Нужно просто все отбросить. И тренироваться. А можно яблоки покрепче? Мне в больницу. Красные. Вот такие подойдут? Да. С вас за все 270 рублей. Сейчас. Спасибо. Пожалуйста. Заказывайте. Мне, пожалуйста, десяток яиц, полкило сосисек и пачку кефира. Таня, Таня. Мы знакомы? Я учусь вместе с Костей. А, здравствуйте. Скажи, что с ним? Все в порядке, он на сборах. Нет, ну я видела, что ты брала продукты в больницу. А, это для мамы. А что с ней? У нее перелом шейки бедра. Скажи, а с Костей точно все в порядке? Я просто сама очень долго болела и не появлялась в колледже. Костю давно не видела. Да, все в порядке. Он готовится к очень важным московским соревнованиям. То есть, получается, ты сейчас одна? Нет, со мной начует подруга. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Ну, я очень хочу помочь. Ну, не надо. Костя оставил мне денег. Все хорошо. Знаешь, я могу приготовить. Ты борщ любишь? Мама моей подруги хорошо готовит. Она нас балует. Знаешь, ты все равно запиши мой номер телефона. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через спину! Так! Задняя подсечка! Работай, работай! Темп, темп! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ладно, концовочка. Вы все из меня выжить решили? Выносливость – элемент неожиданности. Вот что нужно вложить в подсознание борца. Не всегда же удается закончить поединок быстро. Иногда нужно выложиться по полной программе. И вот тогда наступает момент истины. Иной боец просто сдувается, сдает поединок. А вот чемпион, даже в состоянии глубокой усталости, должен показать свой коронный прием. Так что терпи. Я понял, Николай Михайлович. Я соскучилась. Я так давно тебя не видела. Извини, что не приходил. Да ладно, я же все понимаю. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. Доктор сказал, скоро ходить можно будет. Так что все хорошо. Хорошо. Ты на соревнования когда едешь? Завтра. Прям завтра? Да. Ну, в общем, я здесь лежала долго. Думала. И вот чего я надумала. Ты все равно это свое чертово со мной не бросишь? Нет. Нельзя останавливаться на полпути. Надо идти до конца. И в спорте надо быть только первым. Это я тебе не как мать говорю, как бывшая спортсменка. Спасибо, мам. Да ладно. Спасибо. Спасибо. Добрый день! Поздравляю вас с праздником самбо. Желаю вам красивой и честной борьбы. Чемпионат Москвы по борьбе самбо объявляю открытым. На первый ковер приглашается мастер спорта Анатолий Тробин и мастер спорта Игорь Квашнин. На второй ковер приглашаются мастер спорта Юрий Санцков и мастер спорта международного класса Олег Лолов. На третий ковер приглашается кандидат мастера спорта Сергей Крутов и мастер спорта Михаил Кузьмин. Первый ковер считать болевой. Второй ковер. Четыре балла борцу в синей ковре. На первом ковре четыре балла борцу в красной куртке за удержание. За одну минуту двадцать секунд болевым приемом победил Лобов. Ну? Я на вас надеюсь, ребят. С Богом. На второй ковер приглашаются мастер спорта Константин Кретов и мастер спорта Илья Березин. Со всей страны собираются борцы на одном ковре. Это тут, в великой страны, оставляя за порогом соревнований всю грусть. В прошлых я не хочу, я туда не вернусь. События чередая с городом Москва. Катится волна, оживляя города. И моя семья со мной заодно. Если я здесь, значит, мне не все равно. За золото борьба нам это дорого. Удары сердца, как удары молота. Мне горячо там, где очень холодно. Мой захват не оторвать от ворота. За отворот взял, почувствовал свою борьбу. Вхожу в бросок на четыре балла. Иду, и может, это все для кого-то игра. Но я не там, где тепло, тепло там, где я. Стань на ковер вместе с нами. Дай нам огня, зажги, пламя. Мы будем биться до конца. Это наша жизнь, это путь борца. На шоке за это три минуты пятьдесят секунд. Болевым приемом победил Ломов. И вышел в финал. Нам огня, зажги, пламя. Мы будем биться до конца. Это наша жизнь, это путь борца. Мы всегда в борьбе, значит, наша цель близко. Самбист всегда в самбо, победа будет чистой. Наша жизнь бестселлер, словно кинолента. Что бы там ни было, мы будем верить в то, что это верно. Два балла борцу в синей форме. Четыре балла борцу в красной форме. Четыре балла борцу в красной форме. Считать полевой. Победу болевым приемом одержал Константин Кретов. И вышел в финал. Зачем. Вот так вот. Запомни. Это наша жизнь, это путь борца. Встань на ковер, вместе с нами. Нам огня, зажги, пламя. Будем биться до конца. Это наша жизнь, это путь борца. Встань на ковер или татами. Нам огня, зажги, пламя. Запомни. Ломов будет работать очень жестко. Он сразу начнет давить тебя морально. Сейчас тебе нужны стальные нервы и внутренняя дисциплина. Постарайся его раздергать. Показывай одно, а делай другое. И самое главное, не расслабляйся. Что бы ни произошло, борись, борись до конца. Все. Иди. Ты готов. Николай Михайлович. А вы верили, что я дойду до финала и буду бороться с Ломовым? Не верил. В красном углу мастер спорта Константин Кретов. В синем углу мастер спорта международного класса Олег Глобов. Финал. Взрывай захват. Не лежись с ним. Хорошо. Еще раз. Пойдет, пойдет. Желаю, преследуем пары. Пойдемые борцу в красной форме. Подсечка. Идем. Два балла борцу в тени форме. Делай заднюю. Все, обалдеть. Выходи через мост. Два балла борцу в красной форме. Делай болевой. И считать болевой. Вставай, вставай, вставай. Не считать болевой. Работай. Взрывай захват. Ну, давай, давай. Костя. Внимательно. Выключай рабочую руку. Здорово. Четыре балла борцу в синей форме. Хорошо, хорошо. Еще разок. Вот так. Четыре балла борцу в синей форме. Давай, давай, давай. Делай. Молодец. Ходишь ты, болевой. Два балла борцу в красной форме. Считать болевой. Вот. Не считать. Внимательно. Собережки расслабляйся. Давай, давай. Вот, молодец. Вот, а молодца, молодца. Пошла последняя минута схватки. Уходи, Костя. Уходи, уходи. Дело делая, пройдись. Считать болевой. Выкручивайся, выкручивайся. Отца. Не выпускай, не выпускай. Не считай. Остановить встречу. Врач приглашается к ковру номер два. На оказание медицинской помощи борцу отводится две минуты. Что с рукой? Тихо. Что с рукой? Плечо. Плечо болит. Прижми руку. Держи, держи. Сейчас, Костя. Костя, одну секунду. Держись, держись. Для оказания медицинской помощи осталось полторы минуты. Вывих в плеча. Я снимаю тебя соревнования. Нет! Костя, Костя, все кончено. Он доломает тебя, и все. Правляйте сустав. Правляйте сустав. Для оказания помощи осталось одна минута. Давай. Хорошо, давай. Держи. Держу. Готов? Все, все. Молодец. Молодец. Все, все, все. Осталось 30 секунд. Костя, у тебя осталось 15 секунд. Это время на один прием. Соберись. До окончания схватки осталось 15 секунд. Борцы на ковер. Пусть я подрался. Со счетом 10-6 ведет лобов. Закончи чисто. Четыре балла борцов. Дожимай его, дожимай! Дожимай его, ну! Ну! Считай болевой. Держи! Уходи! Уходи! Что ты делаешь? Уходи! Уходи! Что ты делаешь? Молодец, 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 молодец! Чистую победу одержал мастер спорта Константин Крестов и стал чемпионом города Москвы в весовой категории за 74 килограммов. Все, мой друг, ты победил! Молодчина! Молодчина! Ты победил! Ты выиграл эту схватку! Ты чемпион! Теперь тебе все лавры! Костя, сильно болит? А? Николай Михайлович, ну вы же сами сказали, борцу не больно. Борцу приятно. Борцу приятно. Костя, молодец! Я буду биться до конца, и что бы ни случилось, я смогу дотянуться до неба. Моя судьба, это моя борьба, и цель только одна, чистая победа. Я буду биться до конца, отдавая силы от заката до рассвета. Ведь моя судьба, это моя борьба, и цель у меня одна, чистая победа. Готов ли ты отдать все и остаться нищим? Если этот шаг спасет кому-то жизнь, и стоит ли вообще чего-то то, что мы ищем? Если нет, то зачем же искать, скажи? Готов ли ты отдать счастье, отдать мечту, чтобы кто-то другой где-то обрел их по новой? Готов ли ты предать душу за красоту? Если та красота, быть душевной не готова. Скажи, чего ты стоишь? Имеешь ли ты право считать себя особенным среди сотен таких? Пусть твой талант огромен, выше суеты нравов, но сможешь ли отдать его ты за счастье других? Сможешь ли стать обычным, но видеть радость матери стать незаметным? Но замечать людей, быть одиноким в стадии гениев и предателей? Где-то посередине тобою забытых дней. Готов ли ты жить во имя других? Готов ли забыть то, что было дорого? Готов ли ты просто по течению плыть? Все еще в борьбе, но уже не за золото. Готов ли ты жить во имя других? Готов ли забыть то, что было дорого? Готов ли ты просто по течению плыть? Все еще в борьбе, но уже не за золото. Я буду биться до конца, и что бы ни случилось, я смогу дотянуться до неба. Моя судьба, это моя борьба и цель. Только одна чистая победа. Я буду биться до конца, отдавая силы от заката до рассвета. Ведь моя судьба, это моя борьба и цель. У меня одна чистая победа. Субтитры сделал DimaTorzok